давайте я начала нарисуем заряды и напряженности представленные в задаче итак сначала нарисуем положительный заряд q плюс и отрицательный заряд q минус находятся они на расстоянии l друг от друга образуя диполь понятно что линии напряженности выходят из положительного заряда следующим образом симметрично на снизу центра и таким же симметричным образом входят в отрицательный заряд теперь давайте посмотрим нашу систему без внешнего поля если мы сможем найти окружность постоянной напряженности то соответственно мы сможем сориентировать диполь так чтобы эта постоянная напряженность компенсировала воздействие внешнего поля и давала окружность нулевой напряженности и итак давайте для начала посмотрим вообще точки на которых существует напряженность одинаково и по модуле и по направлению Легко заметить, что они находятся на середине перпендикулярии симметрично на синеме центра. То есть на это расстояние L пополам. Итак, обозначим расстояние R и посмотрим, как направлена напряженность. Соответственно, положительным зарядом создается напряженность Е+, отрицательным зарядом напряженность Е-. И суммарная напряженность направлена от положительного заряда к отрицательному. Горизонтально, относительно той картины, которую мы нарисовали. В радикальной же проекции, если мы нарисуем оси следующим образом, компенсируется. Аналогично для другого заряда. Е-, Е+, и суммарная напряженность Е. Теперь остается только заметить, что такая напряженность Е находится на всей окружности, которая находится в плоскости, перпендикулярной нашему рисунку. То есть на такой окружности. Поскольку расстояние одинаково, и направление тоже от положительного заряда к отрицательному. Итак, давайте теперь найдем, куда должен быть ориентирован диполь, чтобы наше поле было погашено. Понятно, что направление поля и ноль должно быть противоположно нашему полю на этой окружности. Соответственно, от отрицательного к положительному. Давайте теперь найдем численно, какую напряженность создает положительный заряд нашей точки. Е, для положительного отрицательного заряда, вычисляется по следующей формуле, где в знаменателе стоит квадрат расстояния R. Обозначим, как R большое, искомый радиус окружности. В свою очередь, из равенства суммарной движенности нулю на окружности, можем заметить, что по модулю E0 равно нашему E. А E, в свою очередь, это сумма проекций на горизонтальную ось. E+, на косинус альфа, плюс E- на косинус альфа. Теперь заметим, что поскольку расстояние одинаковое и модуль зарядов также одинаковы, можем заменить это все как 2E+, косинус альфа, поскольку E+, и E- по модулю равны. Не забываем модули. Итак, теперь давайте найдем косинус угла и расстояние до нашей точки. Косинус угла легко найти по определению, как отношение прилежащего катета L пополам к гипотенузе R. В свою очередь, расстояние находим по теореме Пифагора, как сумму квадратов катетов. Итак, суммируя это все, найдем радиус. Понятно, что мы получаем выражение для напряженности. E0 равняется 2 умножить на KQ, деленное на R квадрат, умножить на L пополам, деленное на R. Или же KQL делить на R в кубе. В свою очередь, отсюда мы знаем, что расстояние это кубический корень из KQL деленное на R и 0. Далее, найдем радиус, пользуясь ярем Пифагора. Радиус, соответственно, это корень. Упростим немного записи и представим корень кубической степени, как 1 третью. КQL деленное на E0, в степени 2 третьих, минус L пополам в квадрате. Собственно, получаем ответ на задачу. Однако здесь важно заметить, что при некоторых значениях E0, а в частности, при достаточно больших, при вычислении будем получать корень из отрицательного числа, что не является разрешенной операцией. Понятно. Давайте попробуем физически объяснить такое явление. Наибольшая напряженность в нашей плоскости перпендикулярной середине расстояния достигается как раз таки при нулевом радиусе в данной точке. Соответственно, если даже в ней напряженность, создаваемая диполей, не может компенсировать напряженность поля, то и ни в какой другой точке этого не может существовать. Поэтому при каких-то значениях E0 радиус окружности не будет существовать. А если выполняется условие, что KQL деленное на E0, кубический корень, больше, чем L пополам, то окружность существует, и ее радиус вычисляется следующим образом. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ